Всем привет! Канал Веб-Рассказ. Довольно интересный, любопытный материал. Автор Мастерок на живом журнале Поддельно бодрые астронавты НАСА. Нам предлагается сразу две фотографии сравнить. Декабрь 1968 года три американца якобы только что вернулись из космоса после шести суток непрерывного пребывания в невесомости в тесном корабле. И июль 1975 года два советских космонавта только что вернулись из космоса после шести суток пребывания в невесомости в тесном корабле. То есть здесь космонавтов из капсулы достали, они лежат на носилках, двигаться не в состоянии после шести суток невесомости. Здесь бодрые супермены, американцы после шести суток невесомости. А совершенно другая картина. И сама статья. Мы-то уже читали с вами, что видеозапись высадки американцев на Луну снимали в Голливуде. А вот еще такая часто поднимаемая тема. Во всех американских космических кораблях, Меркуриях, Джемини и Аполло, по легенде космонавты дышали чистым кислородом при давлении около 0,3 атмосферы. Ну, чтобы их космические, в кавычках, консервные банки полегче сделать. При нормальном давлении в кабине, ее в вакууме будет распирать силой 1 кг на каждый квадратный сантиметр поверхности, что дает многотонное разрывающее усилие во всей капсуле, а при давлении 0,3 атмосферы усилие падает в 3 с лишним раза. Да и вроде бы есть какой-то профит в системе регенерации воздуха. Ну, это все знают, да? Проблемы горения и самовозгорания материалов в чистом кислороде пока оставим без внимания. У вас, наверное, возникло несколько вопросов по рабочему давлению. Давайте узнаем подробности. Если принять нормальное давление на уровне моря 760 мм ртутного столба, то 0,3 атмосферы – это 228 мм ртутного столба, что соответствует высоте почти 9 км. Примерно высота Эвереста. Так вот там альпинисты даже в кислородных масках еле ноги передвигают. Рассчитывать можно только на себя. Помощь опасна для жизни спасателя. Есть пример, когда в 2006 году около 40 человек туда и обратно прошли мимо умирающего альпиниста Дэвида Шарпо. Только спросили, кто он, и засняли его агонию. Это было на высоте 8500 метров. Оттуда даже трупы не выносят. Они там так и лежат вдоль маршрутных троп. Слишком опасно выносить. Но альпинисты долго не задерживаются на вершине Эвереста, а американские астронавты, по легенде, до двух недель при таком давлении находились, и ничего, бодренькие вылезали. Просто по приколу можно посмотреть, как выглядят астронавты Gemini 7, Борман и Ловел, якобы после двух недель, 14 суток полета на орбите, сидя неподвижно. Буквально как на переднем сидении автомобиля и без туалета. Вы вообще представляете себе, что такое просидеть 14 суток неподвижно в Gemini 7, у которого всего 2,5 куба объема на двух взрослых мужчин? По официальной версии они знали о каких-то специальных упражнениях для ног. Опять эти утраченные американские технологии. Выше не раз отмечено, что теснота корабля – это очень важный негативный фактор. Поэтому для объективности сопоставления психомоторики космонавтов и астронавтов сразу после их возвращения нам нужно предварительно сравнить советские и американские корабли по степени их тесноты. Вдруг окажется, что американские корабли значительно просторнее советских. Тогда и бодрые возвращения американцев будут выглядеть более правдиво. Не лишним будет сравнение и санитарно-гигиенических условий обитания в этих кораблях, поскольку и они влияют на общее самочувствие. Из советских кораблей остановимся на Союзе, поскольку именно на этих кораблях советские космонавты совершили достаточно длительные автономные полеты от 5 до 18 суток. Из американских кораблей, не будем рассматривать Меркурии, слишком короткие полетные истории сочинили для них в НАСА. Остаются Джемини, номер 5,7 и все Аполлоны. В Союзе приходится по 4,25 метра кубических на человека. Есть, что немаловажно, санузел для отправления естественных нужд, проще говоря, космический унитаз, работающий в условиях невесомости. А это далеко не простое устройство, в общем, минимальный набор человеческих условий. В Джемини на одного человека приходится 1,3 куба. То есть в три раза меньше, чем в Союзе. Чуть свободнее, чем в гробу, накрытом крышкой. Там, в гробу, 0,9 кубов. Для естественных нужд предназначались памперсы и полиэтиленовые мешки. Представьте себе такое сочетание невесомость плюс гиподинамия, плюс контакт нижней части тела с естественными отходами. В Аполлоне обитаемый объем 2 куба на человека, то есть в два раза меньше, чем в Союзе. А по части антисанитарии Аполлон недалеко ушел от Джемини. Можно предположить, что будь полеты Джемини и Аполлонов настоящими, то к концу полета их экипажи очень дурно бы пахли. Ну и вот давайте посмотрим подробнее. Это Союз Советский. 4,25 куба на человека. Общий объем 8,5. Здесь общий объем 2,6 на двух человек. На самом деле, как ты сидишь в машине и совершенно не имеешь возможности ничего сделать, встать и на одного человека 1,3 куба. А в Аполлоне 2 куба в два раза меньше, чем в Союзе в Советском. Экипаж 3 человека, 6 кубов. По 2 куба на человека. Итак, в СССР есть близкий пример. Союз-9. 18 дней на орбите при нормальном атмосферном давлении. Кстати, Союз-9 намного более просторный космический корабль, чем Джемини, внутри объем 8,5 кубов. Так вот, космонавты Андриан Николаев и Виталий Севастьянов после 18 дней в невесомости не могли не только ходить, но после посадки их здоровье было настолько плохо, что они чуть не умерли. Да даже и не чуть у Николаева остановилось сердце и его реанимировали. Оба потом долго лечились. А вот вам американцы. Борман и Левел. Как бы сразу после посадки. Бодрые супермены. На этом еще не самое странное. Альпинисты поднимаются поэтапно, останавливаясь в базовых лагерях для адаптации к низкому давлению. Путешествие на крышу мира и, если повезет, назад длится около двух месяцев, хотя сам рывок к пику занимает всего пару дней. Большинство времени, около 40 суток, туристы проводят в базовом лагере. При разгерметизации кабины самолета на высоте 7000 метров пилот через 2 минуты теряет сознание. А тут ведь предстоит подняться на 8848 метров. Теперь внимание, следите с руками. Вот астронавты за 2 часа до старта плотно завтракают мяском. Затем они приезжают к ракете и бодро машут ладошками провожающим с открытыми шлемами. Более того, даже сев в кабину, джемини, они забрало шлемов не закрывают, дышат обычным атмосферным воздухом. Через 165 секунд после запуска джемини уже находится на высоте 65 километров, где давление близко к вакууму. То есть в этот момент астронавты, так автор уже называет астронавтов, уже должны дышать кислородом под давлением 0,3 атмосферного. А ведь менее чем 2 часа назад они дышали обычным воздухом при обычном давлении. Понимаете, к чему я веду? Резкое снижение давления чревато газировкой в крови и сонной болезнью воздушной эмболией. Менее 2 часов для снижения давления от 1 атмосферы до 0,3 с переходом к чистому кислороду слишком мало. 40 суток восходители на Эверест адаптируются к пониженному давлению и кислороду не просто так. А ведь астронавтам надо еще выдержать огромные взлетные перегрузки, от которых и в нормальном давлении теряют сознание. Если бы Панама про кислород и 0,3 атмосферы была правдой, астронотов заранее, минимум суток, за двое до старта, а то еще ранее, закрыли бы в барокамеру, где постепенно опускали давление и поднимали содержание кислорода. Затем их бы привезли к кораблю в барокамере и герметично пристыковав барокамеру к кораблю, перевели в корабль, где они стартовали бы уже с привычным давлением 0,3 кислороде. Но мы видим нечто совсем другое. Как правило, многие слышали о фальсификации американцами полетов на Луну. Но у большинства в голове не укладывается, что поддельно вообще вся пилотируемая космонавтика НАСА как минимум до полетов шаттла. Проблема с давлением при взлете лишь одно из множества найденных доказательств. Но если астрономы не летали в космос, куда же они девались из ракеты? Ведь они садились в ракету на глазах у зрителей, и ракета эта стартовала у тех же зрителей на глазах. Куда же прятались американские астроноты? Не волнуйтесь, все было предусмотрено с немецкой тщательностью. Да-да, бессменным и единственным руководителем стартовой площадки, который отправлял в кавычках космос всех американских космонавтов на Меркуриях, Джемине и Аполло, был немец Гюнтер Вент. Вот он с первым американским астронотом на руках. Из-за сильного немецкого акцента американцы называли его просто «Наш фюрер». Несмотря на свое немецкое происхождение и переезд из фашистской Германии после ее краха, Вент не принадлежал команде фон Брауна. Работал в компаниях «Магдоналл» и «Аркрафт» и позже в «Норд Американ Авиаций». Для членов экипажа он всегда был последним человеком, которого они видели перед полетом. Он руководил комплексом завершающих процедур непосредственно перед стартом для всех полетов по программам «Меркурий» и «Джемине» с 1961 по 1966 год и в пилотируемой фазе программы «Аполлон» с 1968 по 1975 года. Он лично закрывал люк. Никто не имел права ничего трогать без его разрешения. Известная история, когда один упрямый инженер НАСА решил проявить некую инициативу. Вент вызвал охрану, чтобы его увели. И человек из охраны сказал инженеру «Хочешь, чтобы я надел на тебя наручники? Или сам пойдешь?» У инженера отвисла челюсть, но он удалился с площадки. Интересное отношение, не правда ли? На самом деле этот эпизод многое объясняет. Инженер НАСА просто был не в курсе дел. Он думал, что астроноты реально полетят в космос и делал то, что необходимо для полета. А фюрер был в курсе реального положения и увидел что-то, что делает инженер. Вскроет имитацию. Объяснять непосвященному правду нельзя. Это вызовет утечку информации. И фюрер просто убрал инженера с площадки своей власти. Работая на компанию McDonnell Aircraft Corporation в программе Mercury и Gemini, Гюнтер успешно имитировал пилотируемые запуски под камеры, закрывая люки корабля, а потом, когда все уходили, возвращался и выпускал астронавтов. Но Аполлон создавала North American Rockwell. И значит, закрывать люк первого якобы орбитального Аполлона, Аполлона-7, должен был уже ее работник. Что же с нашим персонажем? А то, что руководство NASA решило пойти на необычную операцию перевода сотрудника из одной компании в другую. Вент остался руководителем работ на стартовой площадке и при стартах других лунных, в кавычках, Аполлонов, а также в программах Skylab и Союз Аполлон. Он работал в космическом центре Кеннеди вплоть до первых полетов в шаттлах. Практически это означало, что NASA не желала, чтобы люк закрывал кто-то другой. Но куда Вент прятал астронавтов после их досрочного освобождения? Ведь во время старта ракеты всю пусковую башню окутают пламя и дым. спускал на лифте, сажал в автобус и вывозил в неизвестное направление. Но стартовая башня хорошо просматривается с башни наблюдения за стартами и движение непонятного автобуса будет замечено десятками штатных сотрудников NASA, сидящих в остекленном по кругу зале наблюдения. Там, конечно, далековато, но ведь сотрудники могут прихватить бинокль, чтобы посмотреть на старт ракеты. Нет, это не подходит. Так вот, на стартовом комплексе Аполлона было предусмотрено хорошо защищенное убежище прямо под стартовым столом. В своей книге «Неразрывная цепь» сам Гюнтер так описывает это убежище под стартовым столом. Так как взрыв Сатурна-5 можно сравнить со взрывом небольшой атомной бомбы с самого начала эвакуации персонала и его защита была первостепенной заботой. Инженеры разработали новую систему быстрой эвакуации на основе нашей старой системы. Новая система основывалась на небольшой гондоле, которая могла вместить 9 человек, доставляя их на землю к усиленному откосу в 2300 футах 700 метров от ракеты. 9 человек – это экипаж и моя команда из 6 человек. Под стартовой площадкой была построена бетонная защищенная от взрыва комната с полом на пружинах. Она могла вмещать 20 человек в течение трех дней и пережить взрыв Сатурна-5. В случае опасности мы могли бы быстро спуститься к основанию башни, затем соскользнуть по 40-футовому желобу через основание мобильной башни и прямо через саму бетонную площадку. А желоб заканчивался в резиновой комнате в небольшом помещении, выложенном резиновыми амортизаторами, чтобы смягчить удар. Выделенные слова говорят нам о том, что похожая система существовала и на стартах ракеты «Титан», выводившей «Меркурии» и «Джемини». На самом деле, взрыв ракеты на стартовом столе, если и случается, то всегда происходит неожиданно. Поэтому разговоры о срочной эвакуации космонавтов, уже сидящих в корабле, потому что ракета вот-вот может взорваться, это блеф. Никто этого взрыва не может предвидеть, однако это удачное легальное обоснование для строительства комнатки, в которой будут прятаться космонавты, сбежавшие из обреченной ракеты после фальсификации. Все непосвященные будут думать, что это аварийное убежище. Есть мнение, что Вент рассказал именно о той комнате, куда он планово перепровождал астронавтов, в кавычках, после открытия люка. припровождал спокойно, без паники, не спеша и не ожидая никакого взрыва, но в полном соответствии с графиком фальсификации. Времени у него и у астронавтов для этого было предостаточно, потому что по графику любого космического пилотированного полета от того момента, когда экипаж усядется в корабле, до команды старт проходит около часа. Не спасательная это была комната, а отсидочная, место, где целые и невредимые астронавты спокойно и заблаговременно покинувшие капсулу очередного фальшивого корабля пережидали старт ракеты и ждали, когда их скрытно перевезут на заслуженный отдых. Отдых в антракте перед инсценировкой счастливого возвращения с орбиты в отведенном участке акватории Мирового океана. Надуманность предназначения бункера для спасения космонавтов подтверждается и тем, что на Джемине космонавты могли катапультироваться в случае опасности, а в Аполлонах была предусмотрена система аварийного спасения, которая способна в любой момент оторвать корабль с экипажем от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку. Но из рядовых американцев об этом мало кто задумывался, а кто задумывался предпочел помалкивать, ведь доказательства все равно никаких нет. Согласно НАСА, Джемине 5 был на орбите 8 суток. Естественно, ожидать, что нарушения в психомоторике их движений должны проявляться более разительно, чем это было у космонавтов Союза 7 5 суток на орбите и Союза 19 6 суток на орбите, а у американцев 8. Как говорится, готовьте носилки, но не таковы супермены из Джемине 5. С них восьмисуточная невесомость стекла, как с гуся вода. Или они ее вовсе не нюхали. Никаких нарушений психомоторики и уж тем более никаких носилок. Посмотрим эпизод приводнения Джемине 5. В сокращении перевод английской подписки под снимком гласит 29 августа 65 года Купер и Конрад покидают свой космический корабль после его приводнения. Они перебираются на легкий плод с помощью флотских дайверов. То есть спокойно перелазят при такой вот качке. То есть советские лежат в лёжку, а американцы они супермены. Через 20-30 минут спасательный вертолёт доставляет астронавтов на палубу авианосца и вот астронавты идут по палубе без чьей-либо поддержки и таким же уверенным шагом, что и окружающим. Как обыкновенные люди только в скафандрах. А они и есть обыкновенные, потому что никуда с земли эти астронавты и не отлучались. Об этом красноречиво рассказала именно их уверенная походка и естественная жестикуляция. Другими словами, психомоторика астронавтов от полёта не пострадала. Джемини-7. Ну и вот здесь показывается, что дальше происходило то же самое на других с другими полётами. И далее вот я покажу более интересное. Здесь вот и другие экипажи также бодро идут. Следующие экипажи совершенно вот они супермены. Что сказать-то? Сколько бы суток? 11 суток? 6 суток? Не важно. Они вот так вот спокойно 10 суток, 6 суток, 10 6 спокойно ребята идут видимо ну супермены. Дальше смотрим. Они уже здесь в скафандрах потому что с Луны якобы вернулись и тоже один из них был 8 суток полёта непрерывного в невесомости а два товарища якобы высадились на Луну и одни сутки отдыхали от невесомости. Но все идут так как будто в невесомости и не были. И далее здесь показывается что то же самое еще с одним экипажем которые облетали Луну и вот здесь показывают что то же самое в масках чтобы не дай бог не заразить от того что побывали на Луне а вот как наши когда побывали на орбите и далее 12 суток от старта ракеты до возвращения астронавтов тоже идут как ни в чем не бывало а вот здесь интересный факт видим как капсулу спускаемого космического аппарата американского выбрасывают над океаном из военного самолета пилот рейсово-пассажирского авиалайнера видел сброс капсулы с большого самолета примерно в то время и в том месте когда и где Аполлон 15 возвращался с Луны так выглядят испытательный сброс капсулы корабля Меркурий с военного транспортного самолета в книге мы никогда не были на Луне Б. Кейсинг на странице 75 рассказывает во время одного из моих ток-шоу позвонил пилот рейсового самолета и сообщил что он видел как капсула Аполлона была сброшена с большого самолета примерно в то время когда астронавты Аполло 15 должны были вернуться с Луны 7 пассажиров японцев также наблюдали этот случай ну и вот далее еще одна интересная тема поднимаемая в интернете давайте обсудим внимание обратим на абляционную защиту толстый слой обмазки который при спуске сгорает чтобы не сгорел сам космический корабль примерно как испарение кипящей воды в чайнике самоваре защищает его от порчи до поры до времени на советских спускаемых аппаратах толщина этого слоя исчислялась сантиметрами а масса сотнями килограммов лень гуглить чуть ли не до полутора тонн смотрим капитально обгоревший заявленный гагаринский восток один и какой-то современных союзов то есть вот советский обгоревший и здесь то же самое и вот джемини у которого нет совершенно никакой защиты и здесь вот автор проходится что видно это спускаемый аппарат вот здесь два человека сидят и вот в таких вот условиях они находятся 6, 5, 14, 18 суток и вот это спускаемый аппарат где нет болтов огромные шайбы и далее вот увидим замечательная хрень красивая как новенько оцинкованное ведро вот тут фотка крупнее дана ссылка но уж больно большая кому интересно тот сам качнет и посмеется смотрим ее внимательно и говорим ну что же за ну в общем не будем матом давайте помещу маленький фрагментик и показано что кое-где вообще нет болтов а здесь огромные шайбы вот здесь еще больше это спускаемый аппарат совершенно без защиты может это макет тренировочный или реквизит для фильма НАСА же все непонятки на тренировки списывает или на учебные фильмы типа для съемок для истории а тут да нет говорит НАСА именно на этой стиральной машине и летали вот фотка до полета правда вот тут НАСА заявляет что снимок был сделан 6 января 65 года а вот тут та же самая НАСА и тот же самый снимок но уже якобы 5 февраля 1965 года ну у НАСА всегда так а вот тут после а что не нравится то термокомпенсирующая штамповка сделана поперечной ну да тупое инженерное решение и че какую хотим такую и делаем абалляционной защиты никакой подумаешь всего-то скорость воздушного потока до 6-7 км в секунду а температура до 11 тысяч цельсия а кратковременно и гораздо больше фигня оцинковка выдержит она ведь покрыта суперским защитным слоем который выдерживает температуру аж до 3000 что вы говорите советские спускаемые аппараты защитный слой до 8 сантиметров имели да и то он сгорал в плазме а вот же дурные эти совки у нас то нанотехнологии миллиметровое покрытие одержит лучше иных 8 сантиметров ну а то что мы такую замечательную простую великолепную себя показавшую конструкцию потом на ноль помножили и для аполлонов начали лепить абалляционную защиту и тепловые экраны тут объяснить трудно но что-нибудь придумаем не малейших признаков стопорения винтов ну то что будет дикая вибрация так тут ничего особо страшного но ослабнет крепление начнут болтаться и дребезжать шайбы листы обшивки а если задерется кромка так может и всю обшивку сорвать ну да вполне может а что слетали же английским языком говорят вам слетали и все хорошо может в те годы вообще было модно для гиперзвука сажать винты на конторский клей шайбы такого огромного диаметра что аж смешно чуть перетянуть шайбу винтом ее края поднимутся и воздушным потоком вместе с самими винтами которые М5 примерно повырывает да и хрен с ними а вось обойдется лунный курятник вон вообще в соседней студии космическим скотчем скрепляли ничего пипл схавал потай для улучшения аэродинамики какой такой потай знать не знаем ведать не ведаем тупые почему же мы тупые у нас тут в нас все такие половину винтиков недовкрутили так они все равно хрен чего удержат при таких нагрузках и потом мы ж массу корабля уменьшали пару тысяч не вкрутишь вот уже и грузоподъемность увеличилась да и вообще обидные ваши слова может еще и успеем довернуть перед самым полетом придираетесь а ведь на самом деле хвалить надо ну надо то хвалю молодцы только в какие ворота лезут эти рояльные петли герметичных люков я даже не знаю вот рояльные петли как были на советских шифонерах открывающий закрывающий дверь это на открывающемся люке наружу ворота в джемине напомню открываются наружу давление внутри 0.3 атмосферы а снаружи 0 и такие вот смешные петельки в советских космических кораблях люки открывались только внутрь давление внутри должно придавливать люки снижая вероятность разгерметизации а не наоборот а вот эту хрень куда засунуть еще одна деталь вы хорошо представляете себе что было бы с этой жестянкой при скорости чуть меньше первой космической скажем при 7000 метров в секунду скорость современных самолетов если что порядка 200 метров в секунду вспомните как не оставляет камня на камне ураган при скорости 100 метров в секунду сопоставьте с 7000 метров в секунду так что не летало это ведро в космос либо второй вариант летало но без людей внутри поэтому не было задач обеспечить безопасность а только имитация выполнения этих задач получается что голливудщина в НАСА началась гораздо раньше пилотируемых Аполлонов интересно для желающих предлагаю сравнить великие американские космические технологии 60-х состоящих из винтиков и шайбочек с значительно более медленным летательным аппаратом тех же лет Lockheed SR-71 особо талантливые люди могут попробовать показать винтики гаечки шайбочки а также прочие гвозди и саморезы выпирающие из поверхности самолета вот еще тут думали что у Хьюстона проблемы ссылка и есть такая теория что солнечная система это аномалия в космосе помните мы тут разоблачали неведомая фигня высасывает солнце и считали куда пропали лунные камни на этом все всего хорошего ссылку как обычно я дам в описании под своим видео до свидания до свидания Продолжение следует...